Мы посетили площадку на Шевское 2Е, корпус 3. Здесь приемщик, который официально трудоустроен. На площадке, где имеется лицензия, приемщик, не проверив металл на радиоактивность и на взрыв безопасность, не создавая приемозначный акт, не попросив паспорт у человека, задающего лом, не убедившись в том, что этот лом имеется в закону собственности у человека, который задает этот лом, принял лом, при этом расчет был произведен в наличной форме. То есть деньги, средства были переданы и с рук в руки, при этом кассовый аппарат не был использован, не был использован влага строгой отчетности, информация не была залезена в учетный журнал, который предусматривается действующим федеральным законодательством. Вот этот металл был сдан на приемку, вес 2,5 килограмма. Будет средний приемщик, да? Да. Так, можно посмотреть? Так, номер 2230, Марьянин Иван Александрович, ООО «Прогресс максимум». Ну вот... А у вас на доске информация еще договор о аренде с кем заключен? С специальной доске. Одинская информация. Можно зайти посмотреть, да? Вот информация о предприятии, которое осуществляет здесь деятельность, ну, копии документов висят, однако мы не видим, есть вот выписка из Единого государства по регистрации юридических лиц, а вот копию лицензии мы не видим. Ну вот, есть выписка из рейсера, скорее всего, это есть лицензия. Однако почему эта доска информации в недоступном для потребителей месте? Внутри будки. Она должна быть, она снаружи в месте, вот здесь. Сейчас дожидаемся полиции для оформления документов и протокола об административной ответственности. Ну вот, смотрим, какой у них тут лом. Лежит задвижки от труб. Тут черный металл. Тут вот детали от транспортных средств. Здесь у нас уже также идет концентрация различного металла. Тут идет и радиаторы от автотранспортных средств. Провода. Здесь у нас, как я так понял, обжигают медь. Вот. Уже обожженная медь. То есть, вернее, провода обжигаются на этом месте. И впоследствии медь, которая выделяется с этих проводов, заготавливается и сдается уже на более крупной площадке. Для переработки, для опрессовки, для переплавки и так далее и тому подобное. А это, я так понимаю, подземный провод. В нем медь, алюминий. Кто их сдал, непонятно, неизвестно. Приемо-сдаточные акты здесь не оформляются. Паспорта не требуют. Расчет производится за наличку. С 1 октября 2023 года вступили в действие изменения в законе о регулировании оборота лома цветного черного металла. Где предприниматели и бизнесменов, занимающиеся таким бизнесом, обязали произведить оплату только в безналичной форме. А для того, чтобы минимизировать количество нелегальных площадок и для прозрачности проведения операции, был сформирован и внесли изменения в этот закон. А также, соответственно, к этим законам, обязательная уплата 13% от полученной прибыли. Здесь мы видим, что идет прямое укладение от уплаты налогов. В настоящее время сотрудник отдела полиции номер 14, именно отдела по работе участковых полномоченных, оформляет документы, проводит осмотр. Вот у них ценники написаны, да, нарисована тут. Медь, алюминий, черный металл. Указана цена на принимаемый металл. Доска информации находится у них внутри этой будки. У потребителя нет возможности ознакомиться с информацией в полном объеме. Здесь тоже у них идут различные детали. Тут радиаторы, провода, какие-то вентиляторы. То есть вот это вот все лежит у них бесхозно. Общественники более чем уверены, что на это все документов, подтверждающих право собственности, нет. Полиция заниматься будет возбуждением административного производства на юридическое лицо. А сейчас там штрафы немаленькие. Год назад был проведен круглый стол. На этом круглом столе принимал участие сам представитель министерства промышленности Свердловской области. Ему была наглядно показана картина, которая у нас образовалась на территории города. Был передан список нелегальных объектов, где идет незаконная приемка лома-центра черного металла. Но со стороны министерства таких активных шагов не видно. Активной работы тоже не видно. Все наши запросы, все наши обращения практически не исполняются, не проверяются, не игнорируются. Мы получаем личные деньги, только есть отписки. Мы направим информацию в Федеральную налоговую службу и прокуратуру Свердловской области, для того, чтобы им была инициирована проверка со стороны министерства промышленности Свердловской области.